Продолжение следует... Вы в курсе, что Сочи назван самым популярным российским курортом для летнего отдыха в этом году? Спрос может превысить предложение, поэтому объявления «Сдаю жилье» сегодня снова актуальны. А еще туроператоры впервые в этом году продают услуги курорта по системе All-Inclusive. Все включено. Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. О подготовке к предстоящему жаркому сезону мы поговорим с начальником управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Алексеем Грачевым. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Сочи у нас город круглогодичный, туристов мы принимаем в любое время года, но вот как известно, летом будет жарко во всех смыслах этого слова. Востребовано будет даже частное жилье, причем сделать это можно сдать комнату, можно будет централизовано через туроператора. Абсолютно верно. Уже жарко на самом деле, потому что сейчас проходит масса различных мероприятий, различных деловых форумов, презентаций, конференций и много чего другого. Иногда приходится оказывать содействие организаторам этих мероприятий. И вот в апреле, вот сейчас мы занимаемся различными пятью мероприятиями в апреле, это те мероприятия, которые непосредственно попросили нашей помощи, потому что просто невозможно найти зал или имя того формата, который необходим, или недостаточное количество свободных номеров имеется именно для этого мероприятия. Поэтому уже на самом деле жарко и ведется работа по подготовке к курортному сезону. А что по поводу загрузки уже отелей, то что частный сектор будет востребован? Частный сектор, он и до этого-то в принципе был востребован. Уже давно многие операторы, такие, допустим, как Дельфин или Алиан, они уже давно продают частный сектор. Если мы говорим об более-менее организованном частном секторе, который имеет классификацию, который имеет какие-то звезды, ну вот уже выходят даже на неклассифицированные объекты, которые в принципе не подпадают под систему классификации, ввиду того, что не имеют определенный набор инфраструктуры, уже и на них тоже выходят, в том числе, и занимаются тем, что планируют их продавать. Мы можем увидеть на всех площадках электронных крупных туроператоров, таких как и Дельфин, Алиан, Интурист, Мультитур, Библиоглобус, которые уже продают частный сектор. В Край реализуется целевая программа развития санторно-курортного и туристского комплекса. Наверняка в ее рамках впервые в этом году туроператоры, вот все, которых вы, наверное, назвали, продают услуги наших отелей, гостиниц, по системе «Все включено». Что входит в эту программу? Ну, все зависит от того, кто как понимает систему «Все включено». Некоторые понимают, что туда входит проживание, питание и перелет. А некоторые понимают, что только проживание в самом отеле, где все включено. Если говорить о комплексном туристическом пакете, то у нас уже присутствуют туроператоры, которые поднимают свои борта, либо покупают блоки мест в самолетах и создают таким образом пакетный тур. Там 7 дней, допустим, недельный тур, куда входят и перелеты, проживание, питание, трансфер и там одна экскурсия, допустим. Если говорить о системе «Все включено» непосредственно в самом отеле, то они у нас в принципе существуют, хотя мы не специализируемся на этом направлении. Тут есть такое двоякое мнение. С одной стороны, это в последнее время очень нравится нашим гостям, это нравится нашим жителям нашей прекрасной страны. А с другой стороны, имея такую систему, рядом стоящие предприниматели не зарабатывают, потому что по сути все, кто приезжает в этот отель, они только живут в этом отеле и тратят деньги только в этом отеле. Поэтому, в принципе, даже без массового принятия «Все включено» в наших гостиницах, у нас отличные уже сейчас показатели, и мы больше уделяем внимание именно мероприятиям, что позволяет нам увеличивать наш летний курортный сезон и уже загружать, плотно загружать апрель, не говоря уже о мае. А мы можем говорить, что Сочи – это курорт семейного отдыха, который доступен для туристов с любым уровнем достатка? Конечно, можем. Тем более, если раньше у нас был, вот как вы говорите, среднего достатка, было немного отелей, в основном это были частные отели, частично это были отели «Три звезды», но их немного в городе Сочи, именно среднего достатка. То сейчас у нас появилось множество других отелей, у нас есть корпуса компании «Омега», которая вмещает в себя до 19 тысяч моментов пребывания гостей. Это создало такую положительную конкурентную среду, которая, если вы помните, в том году привела к тому, что цены иногда доходили до такого очень низкого уровня. Ну, это своего рода рекламный ход туроператора, конечно, был, но все-таки это создает конкурентную среду, которая уменьшает стоимость путевки, которая привлекает максимальное количество гостей в наш город Сочи. Будут ли субсидии на авиабилеты? Если да, то из каких регионов? Субсидии уже есть. После совещания, которое состоялось в начале этого года в правительстве, принято решение о том, чтобы предоставить субсидии на полетную программу в город Сочи, в основном из дальневосточных регионов. Это Владивосток, Красноярск, насколько я помню, и несколько, порядка шести городов именно дальневосточного федерального округа. А увеличится ли количество чартерных рейсов, раз только желающих к нам приехать? Однозначно увеличится количество чартеров. Вообще, в принципе, в этом году уже рекордное количество. В том году каждый день бились рекорды по количеству посадок в наш аэропорт. В этом году также будут и чартерные цепочки. Опять же, их ставят наши туроператоры, такие как «Энтурист», «Алеан», «Библиоглобус». Ну а на каком же этапе готовность нашей главной летней достопримечательности – пляжей? Работа в этом направлении кипит и уже, по сути, находится в своей финальной стадии, которая заключается в том, чтобы заказывать различные оборудования. Многие заказали оборудование еще в том году. Мы в том году посетили Китайскую Народную Республику, где закупили также большое количество оборудования на муниципальные пляжи, которые будут в этом году стоять на наших пляжах города Сочи. Так уже все программы благоустройства, планы и схемы благоустройства пляжей утверждены. Идет процесс приобретения этого оборудования, изготовления этого оборудования. И затем, с середины мая, начнется выслабляться на пляжи. А что подразумевается под оборудованием? Что именно это? Дорожки, зонты, лежаки, спасательные вышки, раздевалки, души и так далее. Возоны с цветами. А галька, щебень, все будет заводиться, полосы будут расширяться? Да, будет в этом году продолжение расширения береговой полосы. Это в основном, сейчас начнем мы с Приморской набережной, потом будет увеличение полосы в Эмиритинской низменности, там на совхозе Россия. То есть будет продолжаться эта работа. Многие отдыхающие все же выбирают время, чтобы полюбоваться и другими красотами, и не только морским пейзажем. Поэтому что с достопримечательностями и дорогами, которые к ним ведут? Достопримечательности также готовятся к сезону. В основном они подразделяются на два типа достопримечательностей. Это достопримечательности Сочинского национального парка. Тут у Сочинского национального парка уже есть все графики, работа ведется в плановом режиме, никаких проблем нет. И частные объекты, где в той или иной мере необходимо что-либо доделать, где-то фасад заменить, где-то лестницы поменять, парапеты поменять. Вот в таком плане. У нас появились новые достопримечательности. В этом году откроется объект «Моя Россия». Недавно, в принципе, утверждена концепция этого объекта. Есть еще и другие объекты, и винный завод хотят новое открыть. Поэтому объекты новые появляются, это хорошо. Работы и нет. Это здорово. А что интересного для сочинцев? Может быть, возможно, существуют маршруты выходного дня на экскурсионные объекты? Может, для горожан есть какая-то программа? Конечно. Не только маршруты выходного дня в плане экскурсий, а и, в принципе, много пикниковых зон, много пикниковых полян. Все больше и больше их появляется. Поэтому, конечно же, такие программы есть. Есть много программ для горожан, еще и по бальнеологии. Между прочим, мы сейчас совместно с Мацестой прорабатываем эту программу, где будет предоставляться жителям нашего города 50-процентная скидка. Можно будет получить консультации через систему нашего поликлиника, систему здравоохранения. Обо всех лечебных программах, которые есть в санатории, нужно использовать наш потенциал не только для того, чтобы привлекать туристов, но и для того, чтобы оздоравливать наше местное население. Мы это делаем. Такая программа уже практически готова. Сейчас она дорабатывается и в этом году запустится. Отлично. Сочи занят, конечно, еще с подготовкой к летнему сезону. Между всем этим встречают и гостей межсезонья. Известно, что и на 23 февраля, на мартовские праздники отели были забиты под завязку. Сейчас какой-то небольшой спад, наверное, или горнолыжный сезон еще продолжается? Горнолыжный сезон продолжается. В среднем загрузка составляет 70% у этих объектов. Только вот на днях в конце этой недели связывались мы с руководителями, уточняли, какая ситуация. Там проходит очень много массовых мероприятий, поэтому все хорошо. У нас работает плюс еще штаб в Красной Поляне от наших пяти управлений, которые занимаются торговлей, курортное управление, ЖКХ, Управление по взаимодействию с правоохранительными органами, которые там продолжают курировать, смотреть за порядком на горных курортах. То есть до 31 марта будет работать этот штаб. То есть как минимум до 31 марта высокий сезон будет продолжен для Красной Поляне. А вот по этой системе все включено на лето. Действительно, что уже больше 60% услуг местных гостиниц проданы по этой системе? Продано. Я бы не сказал, что именно по системе все включено, но в принципе уже многие гостиницы продались. Это действительно так, это хорошо. Конечно, еще есть где работать. Нужно брать крылья. Это и октябрь, это и апрель. Часть мая. Это традиционно у нас после майских праздников. Есть некоторое снижение. Невозможно обеспечить 100% загрузку. Примерно на 30% всегда идет снижение. И вот эти дни, вот эти недели, середина мая до конца мая мы пытаемся забить какими-то мероприятиями. Готовим сейчас к концу мая мероприятие открытия курортного сезона, день открытия курортного сезона, где будет карнавал, где будут различные массовые мероприятия. И мы будем приглашать через средства массовой информации Российской Федерации средства массовой информации, для того, чтобы они приезжали, освещали это мероприятие, рекламировали, что у нас в это время интересно и весело. А на что все же сделан акцент рекламной кампании этого года? Тут необходимо обратить внимание, что недавно состоялось совещание, где глава города принимал участие в администрации президента, где были поставлены задачи продолжать рекламировать наш прекрасный курорт, город Сочи. И в основном две основные позиции – это непосредственно прямая реклама в средствах массовой информации, федеральных СМИ. И второе – это различные пресс-туры, инфотуры, как для туроператоров, так и для средств массовой информации, как федеральных, так и региональных, которые… Мы приглашаем сюда эти средства массовой информации, обеспечиваем бесплатное проживание, питание, обеспечиваем программу экскурсионную, они все это снимают, а потом размещают всю эту информацию в своих изданиях. Вот таким образом мы сейчас действуем, считаем это наиболее эффективным. У нас очень много выходов. Если брать периоды прошлого года, то что весенние… В основном это происходит весной и осенью. И весенние и осенние вот такие вот пресс-туры обеспечивали по 300 публикаций в различных средствах массовой информации, именно рекламных публикаций о городе Сочи. Это в дополнение к федеральной прямой рекламе в виде рекламных роликов. А какая больше идет реклама и какая нужна нам? Что Сочи, он больше развлекательный курорт или лечебный? Нам нужна любая реклама, поэтому тут нельзя как-то сказать конкретно, что лучше. Нам нужно все. Акцент делаем на все. Акцент делаем на все. Обязательно в каждый сезон конкретно говорим о том, к чему готовимся. Если весной мы говорим обычно о лете, осенью мы говорим о зиме и о лечебной составляющей. Начиная с августа. Поэтому, ну, конечно, нам надо продолжать продвигать именно лечебную составляющую, чем мы сейчас занимаемся. Разобавляем программы, о которых я вам уже сказал. То есть мы будем это делать. Мы сейчас это попробуем, апробируем это в городе, в крае. Взаимодействие с лечебно-профессиональными учреждениями различными. О том, чтобы врачи этих учреждений выписывали направление на долечивание, реабилитацию в город Сочи, на Мацесту. В частности, либо в наше санаторие. Вот мы сейчас идем этим путем. И, естественно, это также пресс-туры, наш ежегодный форум, который проходит в ноябре, где мы также продвигаем лечебные программы. А вот популярный сегодня в других регионах аграрный туризм. Какие у него перспективы в Сочи? В прошлом году такие предложения для туристов готовили чайные совхозы. У нас масса предложений по аграрному туризму. Это и чайные домики, и Мацеста-чай, которые делают шикарную презентацию, шикарную экскурсию по своим объектам. Много предложений у нас находится в сельских округах, на 33-х водопадах, в других сельских округах. Поэтому предложений на самом деле масса. В основном все они находятся на территории Сочинского национального парка и совмещают с собой как показы сопримечательностей в виде водопадов, так и непосредственно какие-либо объекты в виде домов Адыга, Черкеса, еще кого-то не было. Как, например, чайные совхозы, это собрать чай, потом заварить и выпить. Да. Здорово. Сочи станет самым популярным российским курортом для летнего отдыха в 2016 году. Об этом сообщают все туристические сервисы. Полюбился отечественные курорты любителям зимнего отдыха. Эксперты поговаривают, что количество туристов превысит ожидаемые 6 миллионов. Ну, не будем загадывать. В принципе, у нас такие прогнозы есть. На самом деле все хорошо. И повлияло на это много факторов. И девальвация рубля, и ограничение въезда в другие страны, и прямая реклама, которая существует сейчас на федеральных каналах. Мы даже сейчас можем видеть рекламу именно зимнего сезона в городе Сочи, особенно на «России-24», на «ВГТРК» в федеральной сетке. Поэтому прогнозы у нас самые положительные. Спрос на летний отдых в Сочи в 2016 году вырос на 50% по сравнению с осенним периодом прошлого года. Россияне заинтересованы в отдыхе на родных курортах, отмечают аналитики. И Сочи здесь бесспорный лидер. Способствует этому и постолимпийское наследие. Но следует помнить, что Сочи – это в первую очередь лечебный курорт и один из лучших бальнеологических центров. И всеми этими благами в первую очередь могут пользоваться сами сочинцы. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Алексей Евгеньевич, спасибо большое за беседу. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.